МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подобно своему вкусному слоеному тезке, кафе Буракас не устает удивлять своих посетителей вкусными кулинарными шедеврами. А сегодня я рада приветствовать их в нашей студии. В студии гастроном, владельцы кафе Елена и Дмитрий Слоним. Здравствуйте. Здравствуйте. Долго я ждала вас в нашей студии. Наконец-таки свершилось. Вы пришли, чтобы порадовать наших телезрителей в первую очередь, поделиться рецептами. Итак, первый вопрос в нашей студии. Что сегодня готовим? Готовим блюда, которые мы готовим дома. То есть это не будет рецепт Буракаса? Нет. Это рецепты наши домашние, которые, в принципе, мы не додумали. И очень часто делаем, и готовим. Мы бы заберли сами, так скажем. Ну и судя по тому, что наш стол мы разделили на две части, здесь мы будем что-то готовить. Закуски? Изленных рецептов. А здесь Дима на рецепт. Это, скажем, холодный цех и горячий цех. А, вот так, да. А я между двух огней. Ну, приятно находиться между двух таких огней. Дима, у вас меньше ингредиентов. С вас начнем. Что это будет за блюдо? Куриное филе в приправе карри. Обжаривается буквально несколько минут и подается. Чем это удобно? Ну, во-первых, куриное филе, будем надеяться, более полезно, чем колбасные изделия с магазина. То есть, конкретно, два ингредиента – курица, соль и приправа карри. Делается очень быстро, то есть, вполне возможно и накормить гостей, и ребенка, который, например, просит какую-нибудь колбасу, сэндвич, что угодно, может всегда заменить более, скажем, натуральным продуктом. Это куриное филе, более полезным. И мидии, которые, в принципе, не так давно мы для себя открыли. Очень много лет я их игнорировал. И, как оказалось, зря. Оказывается, очень быстро можно обжарить, приготовить, подать к столу, и вся семья, и гости. И опять же, замечательно, полезный продукт. Думаю, что да. Лена, что вы будете готовить? У меня полегче, у меня попроще, но это вкусно, это ново для нас. Я буду готовить брускетты. Брускетты? В трех вариациях. То есть, овощи, пита, рыбка – это все? Или пита, правильно? Нет, пита, она пойдет к медиам немножко, и мы просто сделаем хумус, пита, и то, что действительно у нас готовится. Здесь это приготовить невозможно, да. Должна соблюдаться определенная технология. Хумус, он вообще готовится больше суток, поэтому мы просто будем вас угощать и подавать блюда с этим. Здорово. Ну, предлагаю приступить, и я готова предложить и правую, и левую руку. Но так понимаю, что сегодня на кухне я все-таки буду бездействовать. Начнем? Да. Что мы делаем с филеем, да? Очень просто. Филе я уже достал с упаковки, беру приправу карри, насыпаю столько, сколько мне вкусно. Я вот тоже недавно для себя открыла приправу карри. Как ты так относилась к ней? Думаю, ну, что-то с Индией связано. Наверное, это очень пряно, очень остро, а она придает мясу, на мой взгляд, изысканный вкус. И делает ему его таким солнечным. Ну, многие, так скажу, многие, да, игнорируют, думают, что это Индия и так далее. Оказывается, все что угодно. Я ее добавляю, куда-нибудь только у головы придет. Да, вот этого достаточно. Я могу брать ее в сторону. Что я делаю следующее? Я не добавляю масла в сковородку. Я поливаю небольшим количеством курочку. Теперь, после того, как я наил масло, мне нужно все это дело перемешать. Так скажем, масло помогает распределить приправу по курочке. Мы ее какое-то время должны будем выдержать вот в этой карри масляной маринаде? Так скажем, если у меня бывает время, я знаю, что у меня есть час или полтора до перехода гостей, то я бы выдержал. А так, нет, я моментально это делаю на завтрак, на все что угодно, быстро-быстро. Единственный момент, это нужно посолить. Вот соль у меня под руками не оказалась. Надеюсь, у нас есть. Она за спиной. Вот здесь как раз тот момент, когда я могу доверить посолить. Пригодились обе руки. Остановите, да, когда? И главное, я что и хотел сказать, что потом в случае не досола или пересола, буду знать, что моя промокель присутствует. Достаточно? Да, но мы сейчас немножко перевернем и добавим еще вот эту карри, соль. Немного. Чем слегка? Достаточно, я думаю. Знаете, вот вашу семью я знаю, да, какое-то время, и всегда приятно наблюдать за тем, что вы всегда вдвоем, вы всегда вместе. Вы вместе закупаете продукты для кафе, вы вместе в кафе находитесь. Что-то мне подсказывает, вы вместе разрабатываете какие-то рецепты, блюд, вы вместе продумываете какие-то традиции, акции, которые проходят в Бурекосе. Безусловно, конечно. Не могу не спросить, Бурекос, кафе Бурекос, это чья идея? Вместе, надеюсь? Тут есть некоторая предыстория в том, что изначально хотели открыть просто пекарню, потом начали думать над названием. Ну, поскольку Бурекос в Израиле, да, буквально на всех центральных улицах, соответственно, решили название дать Бурекос, название кафе. Но мне все-таки хотелось назвать его Тель-Авив, чтобы люди понимали, что это Израиль связан с израильской кухней. В итоге нашли компромисс в том, что назвали его Бурекос-Тель-Авив. На вывеске у нас написано Бурекос-Тель-Авив, а в обиходе, конечно, мы этого не используем, все говорят, ну, Бурекос, пойдем в Бурекос. То есть нет такого, ну, не произносится, скажем, все это единственное полное название. Но все-таки у нас предназначение, это, скажем, к Израилю есть, да, какое-то? Нет, но оно, конечно, есть предназначение, оно и по вашему меню, если посмотреть, много наименований, в том числе израильская кухня, не еврейская, израильская, правильно я понимаю? Именно, да. Это ближневосточная кухня, да, то есть это та кухня, это тот микс. Почему микс, да? То есть люди, очень много репатриантов в свое время приехало в Израиль, то есть каждый привез свою частичку кухни, марокканской кухни, там, арабской кухни, все по кусочку в это собрано, и мы ее и представляем, эту кухню. Именно ближневосточную, средиземноморскую еще можно назвать. Это же тоже пришло-то из Турции, Османская империя. Ну, слово бурека, это турецкое слово, да. Евреи добавили свое окончание, ас, и сделали это своим словом. Это евреи. Я с вашего разрешения начну укладывать, потому что у меня сковородка начинает уже разогреваться. Хорошо, конечно. Вообще на этой кухне надо спрашивать разрешение, а в данном случае вы и шеф-повара, я так принести, принести. Ну, я потому что, как бы, первую маршинскую эту вашу беседу. Я тогда начну с кускет, так потихоньку, а то все упустится. Да, Лен, давайте прокомментируем. Вы порезали хлеб на багет, на ровные ломтики. Ну, я предпочитаю все-таки, как бы, темный хлеб, цельнозерновой хлеб со злаками. Это то, что я люблю. И здесь мы его вот порезали. Его лучше, конечно, запечь в тостере, чтобы он такой хрустящий был. Можно на сковороде, это не принципиально. Ну, мы не будем ни того, ни другого делать. Вот, значит, будет три вида брускетты. Вот первую сейчас начну готовить. Это масло сливочное, немножко чеснока. Можно на сковородочке это все подогреть, можно в микроволновке. Я сделаю это в микроволновке. Хорошо. Ну, и курочка наша жарится. Сколько по времени мы обжариваем? Скажем, не засекал. Думаю, что не больше пяти, максимум семи минут. С каждой стороны. Смотрим по цвету. Нет, я думаю, что это всего. Достаточно быстро. Да. Тут у филе есть такой момент. Почему обычно говорят, что филе, оно сухое? Его нельзя передерживать. Соответственно, смотрим по цвету. Одна сторона уже приготовилась, переворачиваем. Причем, заметьте, оно достаточно толстое. Если его сделать тонким, то, опять же, получается сухо. Ну, нужно ловить. Тут в этом вся, так скажем, и есть фишка в том, что это нужно сделать и вкусно, и сочно, и не переготовить. Могу доверить почистить авокадо. Авокадо? Да. Ну, хорошо. Я постараюсь это сделать правильно. Не, нужно просто шкурку. Ну, его, как правило, что? Режут на половину, или ты хочешь его почистить сразу? Ну, я порежу на половину и почищу. Ну, да, мне не принципиально. Скажите, сколько лет уже Бурека существует на территории Биробиджана? Ну, вот нам было... Семь лет. 20 ноября мы отпраздновали семь лет. Каждый год на день рождения кафе мы устраиваем некоторые... Нет, почему я спрашиваю? Да, я знаю о том, что вы в том числе хорошо отпраздновали ваше семилетие. В хорошем смысле. Собрали не просто, да, гостей. Вы собрали друзей, а за семь лет их набралось, я уверена, много. Но вот кроме празднования каких-то значимых дат для вашего детища, я знаю, что проходят всевозможные какие-то праздники, какие-то акции. Я отлучусь? У меня сейчас тут... Ну, тогда Лена случилась, я пытаюсь поддержать беседу. Подходить. Да. Вот. И мы просто проводим выступления разных артистов по выходным. Сразу объясню, это не какой-то клуб, в котором собираются люди исключительно, чтобы танцевать. Это старая добрая традиция советских ресторанов. То есть кушать, получать наслаждение и от еды, и от живого звука, да, ну и, так скажем, от общей атмосферы вот этого всего. Мы проводим эти такие вечера, да, также мы делаем детские мастер-классы. Нет, но у вас, да, мастер-классы я знаю. Мой ребёнок, ему посчастливилось побывать на мастер-классе от Деда Мороза и Снегурочки. Пряники делали, пришёл довольный, вот принёс кривенький, косенький, но вот своими ручками украшенный. Ну, у нас ещё был Дед Мороз и Снегурочка. Сертификат принёс. Да, то есть вот этот вообще формат как бы и мастер-классов, когда ещё и анимация, то есть дети вообще довольны. Они прям спрашивают, а когда следующий? А когда следующий? Ну, пока не затрудняюсь ответить, не знаю. То есть это всё спонтанно как-то, ну, то есть мы посмотрим, во-первых, под праздники, какие можно подгадать, да, какой-то мастер-класс. И, ну, раз в месяц приблизительно мы проводим. В прошлом году в Беравиджане проходил фестиваль Шницеля. Я знаю, что вы тоже приняли участие в данном фестивале. Я, к сожалению, мне не удалось побывать ни в одном вот из заведений, да, где можно было попробовать, ну, наше такое национальное блюдо, блюдо Беравиджана. Расскажите мне немного про этот фестиваль и как, чем вы были представлены на нём? Ну, мы пошли, опять же, нетрадиционным способом. Конечно, мы сделали обычный шницель, да, мясной. Мы предложили гостям также шницель куриный, с сыром у нас был, у нас был шницель с баклажаном, абсолютно вегетарианский, да. И у нас был ещё шницель к пите. Это было просто великолепно. Ну, вот про шницель от коллеги слышала. Да. Ну, вообще, пита, это, конечно, это арабская лепёшка. Опять же, всё потому, что наша кухня позволяет предложить гостям этот микс. Поэтому арабские блюда у нас тоже представлены, в том числе хумус. Это нисколько не еврейское блюдо, это чисто арабское. Да, я была убеждена, что хумус – это из Израиля. Нет, нет. Многие ошибаются, то есть это арабская кухня. Ну, много чего арабского, так скажем, много и блюд, и культуры в Израиле. Арабское именно перемешано с еврейское. Соответственно, и блюдо. Ну, блюдо вообще много в Израиле, именно разных стран, поскольку и выходов много с разных стран. Ну, а арабское особенно, как это ни странно, именно арабские царицы, арабские блюда, они вытравиваются популярны. Дим, а откуда вы берете рецепты? Вот в бурекосе, да? Рецепты приходят… Интернет или… Все. Какие-то придумываем сами. Какие-то находим с интернета, начинаем пробовать, отрабатывать, если они подходят под нашу кухню и под наши вкусы. Какие-то находим в путешествиях. У нас с некоторых пор получилось, что путешествия как раз становятся такие гастрономические. О, да? Здорово. Вроде как идешь отдыхать, но сразу ставишь план, куда попасть, чтобы увидеть что-то новое, чтобы для себя попробовать и удивиться, так скажем, и, возможно, потом в будущем запустить эту бурекосе. Поэтому идеи приходят с разных источников абсолютно. Ну, не секрет, что некоторые блюда переведены абсолютно с иврита, и у Димы очень много родственников в Израиле. Брали эти блюда прямо у первоисточников, приходят, просят ребят дайте рецепт, и сестра переводит, отправляет нам рецепт. Некоторые специи нам идут исключительно с Израиля, то есть их здесь нет. Тот же зейтар, элизатор его называют по-разному, то есть это тоже смесь, что-то типа карри, только другая, состав у неё другой. Она приходит с Израиля, то, чем мы посыпаем хумус здесь уже. Ну, хумус, на самом деле, вот из чего он делается? Это же какой-то, я не знаю, что-то типа риса, гороха, это же какая-то вот крупа? Это крупа, это турецкий горох, называется нут, считается самым сбалансированным белком, то есть люди, вегетарианцы, которые не принимают в пищу рыбу, мясо, они могут абсолютно заменить вот этот белок, мясной, да, животный, растительным, и он считается самым сбалансированным. Почти готова наша курочка, Лена, я... я, наверное, сделаю брускету, она, в принципе, очень быстро готовится, только мне нужна соль. А, вот она, соль, да, есть. Да, немножко мы подсолим, это просто помидорка, можно без мякоти делать, чтобы не было столько жидкости. Ну, я последний раз делала, делала через дуршлаг, то есть я просто оставила, стекает жидкость. Лен, а у вас, Лена, Дима, у вас на кухне бурекоса вам приходится готовить, стоять у плиты? Нет, блюда как бы вожу в большинстве в своем я, но делаю это руками поваров. На пекарне, да, иногда мне приходится стоять, то есть, ну, это все, это моя душа. Что касаемо выпечки, десертов, все ввожу сама. Лена, у вас есть какой-то вот придуманный вами, воплощенный и взятый уже какими-то, да, ресторанами, кафе, рецепт, да, который вот готовят, это ваше авторское. Ну, очень много таких блюд. Да? Да. Ну, вот в бурекосе, если это. Ну, говядина по-мароккански, наверное, это абсолютно наше блюдо. Ну, именно вот та подача, которую мы сделали, да, вообще вот есть такие блюда, их сейчас очень много. Вообще восточная кухня, вот это ближний, восточный набирает очень большие обороты, и вот что касаемо запада, Хабаровска, прям чуть ли не каждый день открывается какой-то ресторан. Кур, да, кино, потом кускус, то есть это все нам незнакомые слова, да, и сейчас это набирает просто такую популярность. Ну, я хочу сказать, на прилавках магазинов, да, тоже появляются вот эти продукты, и попробовав в вашем кафе, в том числе, да, блюда из этих продуктов, уже останавливаешься, читаешь, смотришь. На самом деле это очень интересные продукты, они очень полезные. Тут же кино взять, да, и она долго варится, может быть не каждый, да, возьмет эту крупу, только потому что она долго варится, ее там минут 20 нужно варить. Ну, это не так долго. Вот, ну, эта крупа очень полезная, очень, у нее очень интересный вкус, она пахнет свежей травой. Ну, да, здорово. Лен, кто вы по образованию? Ну, у меня два образования, у меня экономическое и промышленное гражданское строительство, как я не знаю. Я тем временем, пока я, извиняюсь, у вас перебью, растопил масло сливочное и закидываю туда наши уже размороженные мидии. Мы на сливочном масле их обжариваем. Ну, я так придумал так. вообще я хочу сказать, что вот из опыта, да, какие бы морепродукты мы не готовили, моллюски, там, гребешки, вот почему-то, да, они любят сливочное масло, мидии, как, видимо, тоже. Тем временем, курочку я уже выключил, мне нужны ли салатика, и я буду это дело подавать. ты возьми мне только тарелочку, отдай. Так, вернемся к нашим брускетам. Здесь сливочное маслице с чесночком. Все, мы поливаем это чесночным маслом нашу брускету. Он может быть обжаренный, может быть, не обязательно. Для сколько у нас есть времени и желания вообще ну да, согласна. Усилить этот вкус, улучшить его, да? В кафе, я так понимаю, не всегда было в вашей жизни. До этого чем занимались, Дим, вы, Лена, вы? Ну, вот последние три года до открытия кафе я занималась проектированием зданий, сооружений в городе Бребеджане. У тебя серьезно? И очень долго мои здания, да, еще строились, когда я уже не работала там. То есть этот проект, как правило, строительство занимает очень много времени, вот поэтому я до сих пор даже езжусь, наблюдаю за всеми зданиями. Ну, приятно проезжаешь, это я проектировала. Дим, вы чем занимались? Я дальнобойщик. Серьезно? Да, я и здесь, и в Израиле, работал сюда на фурах. И после возвращения с Израиля в 2004 году я очень долгое время работал водителем и дальнобойщиком. Но нам давно хотелось кафе именно такое, какое мы видели в Израиле. Особенно в тот момент, когда мы вернулись в 2002 году, ну, Нет, ну просто кардинально поменять сферу деятельности. Понимаешь, всю жизнь за рулем автомобиля, да, здание человек проектирует, а тут хлоп и кафе, и где вкусно, разнообразно и интересно. Где-то в глубине души, видимо, было предназначение. Лена всегда говорит, что я повар и пошел, так скажем, не в ту сторону, когда стал дальнобойщиком. Вот, была мечта. Естественно, у нас не было опыта в бизнесе, тем более, да, это было достаточно для нас непривычно, страшно, оставить все и вдруг стать предпринимателем. Ну, многого мы не знали. Многое мы узнали уже после того, как начали работать, как бы. Ну, была такая мечта, было такое желание. Как встретил город кафе Бурекас? Как все начиналось? Изначально мы взяли помещение, в арену, начали, значит, все запускать. Было крайне страшно. У нас есть такая даже поговорка, она в кругу наших друзей постоянно ходит, когда последний день перед открытием открывали мы не больше, меньше на мой день рождения, я произнес такую фразу, говорю, сейчас зайдет первый посетитель, и мы в уморок упадем. Потому что я просто не представлял, а как себя вести, а что предлагать, как. Но Бурека зашел быстро, появились практически сразу постоянные гости, мы экспериментировали, пробовали, искали, и в принципе, я считаю, что получилось. Мы постоянно экспериментируем, пробуем что-то новое, убираем какие-то блюда, ставим новые, опять же смотрим, как люди на это реагируют. У вас есть европейская кухня в том числе. Да. А вот из европейской, что это? Франция, Италия? Нет, это Италия, то есть она приближена к Средиземноморской, и вот та шкинаская кухня, которая, ну, включает в себя, вот, именно Ближневосточную, корни идут от испанской кухни, то есть у нас есть испанские блюда. Ну, понятно, что мы там где-то можем поставить Италию, да, ну, все любят, баланьеза там, например, пасту или карбонаро, ну, куда денешься от этого? Когда приходят дети, их чем-то надо кормить. Поэтому меню у нас в этом плане очень разнообразное, чтобы годить всем и каждому. Я хочу отметить, что вот сейчас, да, пришла та эпоха, когда все за здоровое питание, все следят за собой, фитнес, тренажерный зал, особое там, пяти-шести разовое питание, вот, дробное. Вы же тоже идете навстречу к подобным посетителям, и я так понимаю, что ПП-меню тоже имеет место быть. Имеет место быть, мы его разрабатывали, очень много времени на это потратили, и у нас в обеденном меню есть прям позиции, мы их прописываем обязательно, когда выставляем там Инстаграм, сторис, обеденное меню, бизнес-ланчи наши. Вообще мы против майонеза, это вот единственное гаукамоле, которое я делаю, и то научила меня свою кровь в Израиле, это как бы израильский гаукамоле, я его называю, потому что немножко нестандартно я его делаю, то есть я не кладу туда томаты, пользуюсь каким-нибудь легким майонезом. Это единственное, что мы, например, дома едим, и в кафе то же самое, то есть мы не используем практически майонеза, за исключением каких-то, ну, обеденных салатов, то, к чему люди привыкли. Ну, мы никуда не денемся от этого. Если сельд-подшуба, она должна быть смайдзом. Должна быть смайдзом. Кстати, сельд-подшуба есть в вашем меню? В обеденном. В обеденном. В обеденном есть у нас много чего. Это вот комплексы. Да, когда ты приешь, возьмешь первое, второе, третье и компот. Да, но мы при этом, кстати, стараемся обеденное меню подавать тоже необычное. Понятно, что у нас, как и у всех, есть простые, понятные блюда, типа борщей и котлет, но в то же время у нас на обед часто бывает суп пом-ям, например, знаменитый тайский суп. И хоть мы кухня, так скажем, не совсем тайская, но страничка Таиланда у нас все-таки одна есть. Или какие-то блюда с нашего вечернего меню, чтобы дать людям им попробовать, то есть мы их выставляем на обед. И таким образом люди знакомятся с кухней Израиля. Так скажем, это и недорого на обеднее меню. И в то же время у них есть возможность попробовать, чтобы потом все вечером и провести ужин, так скажем, у нас уже всей семьей. Меня тем временем уже... Так, я могу показать нашу брюскетку первую, да? То есть у нас здесь багет обжаренный, нет, внизу масло чесночное, мы полили наш хлебушек, порезанные помидоры просто с солью, может быть, кто-то любит какие-то другие специи. Здесь просто соль. Можно добавить оливки, можно добавить маслины. Я вот немножечко камперсов добавлю, так, для кислинки. Всегда вот каперсы, это что? Смотрю, вот нигде, ни дома, да, в приготовлении блюд своим домашним не использовала. А вот, как раз, есть возможность попробовать, что это? Очень интересный вкус, но он такой вот, прям сильно кислый. То есть, я так думаю, что ты много не съешь, потому что это больше как специя, наверное. Так же, как вяленый томат, например, у нас практически всегда есть дома. Мы его даже в те же омлеты там на завтрак используем. Очень интересная такая вещь. Тоненько нарезаешь, и он больше аромата отдает, чем вот, как специя, да. Дим, ты говорил о том, что у ваших посетителей есть возможность в обеденное время попробовать, да, в рамках бизнес-ланча блюда вечерней кухни, ну, вечерней, которую подают вечером. основного меню. Вот, достаточно популярно во многих учреждениях, скажем так, ну, немножко по-советскому звучит, день открытых дверей. Пришли, им все показали, рассказали. Практикуется что-нибудь подобное у вас? Именно день открытых дверей, как таковой, да, мы не проводили, поскольку, ну, так скажем, сейчас уже так стало, ну, не современно, не модно, да, но мы участвовали в конкурсе кухня без границ. Что это за конкурс? То есть, переезжали люди из Хабаровска, и гости, и судьи, которые пробовали наши блюда, да, оценивали и выставляли так свою, так скажем, оценку, свое признание нашей кухни. Ну, всем все понравилось, мы были очень рады, было приятно слышать изумительные отзывы. Люди просто не были готовы, потому что, опять же, как мы уже говорили, не все знакомы с этой кухней, соответственно, ну, как бы, отзывы были хорошие, это было очень приятно. Ну, и кроме того, мы иногда проводим такие, скажем, дегустации десертов. То есть, просто приходят к нам люди пообедать, поужинать, а у нас на баре есть какие-то десерты, тортики, кусочек, от которых можно попробовать, оценить и сказать свое мнение об этом. Я всегда нашим гостям говорю, что мы готовы вас услышать. Соответственно, если вы хотите какое-то блюдо, которое подходит под нашу кухню, и вам бы хотелось, чтобы оно было, или у вас есть какие-то предложения что-либо изменить. Вам не хватает что-либо. Мы всегда готовы вас услышать, и вполне возможно, что именно ваше блюдо или, скажем, ваша небольшая коррекция будет иметь место. Мы стараемся быть открыты гостям, чтобы гости получили именно то, зачем они пришли. Вам хочется вот этого? Пожалуйста, мы слушаем ваши предложения и учитываем их, вот так скажем. Дима, смотри, в Европе есть такая рестораторская награда, да, звезды Мишельен, когда там три звезды, четыре звезды, заведение просто вот на седьмом небе отчасти, а в России, к сожалению, подобной награды нет, если я не ошибаюсь, ни одному. Нет, есть у нас ресторан Владивосток, из Ума уже три звезды у них. Три звезды? В том году они получили три звезды уже. Ну здорово. То есть они обслуживали Путина, то есть, ну, там, да, там определенный уровень абсолютно вообще отличается. Я, нет, это не к тому, что да, не претендуете ли вы на звезды, да, Мишельен, нет, я не об этом. В России, наверное, все равно, вот помимо того летучей, которая ходила, лепила, рекомендую, не рекомендую, все равно рестораторы действительно вкладывают душу, да, жизнь свою вкладывают в свои заведения. И я считаю, что в России тоже, может быть, должна быть какая-то награда, да, именно местная, ну, как бы, российская, да? Да, российская награда, к которой бы вот стремились бы, боролись, как вы думаете? Ну, это было бы здорово, конечно, да, то есть развивать и подобное, скажем, всегда приятно видеть, то есть, плоды своего труда. Конечно, мы очень много делаем, и много работаем. Большинству людей не связаны с бизнесом, да, кажется, вот, все прекрасно, пришел в ресторан, все работает, а то, что происходит на самом деле за кулисами, да, это достаточно сложно, это, я всегда говорю, знаете, как говорю, предприниматель, у него рабочий день ненормированный, глаза открыл, работа начала, глаза закрыл, работа кончилась, потому что постоянно в каких-то мыслях, что исправить, что новое, что сделать, что добавить, как, что поступить, поэтому, конечно, было бы приятно, очень, если бы это имело место быть эти награды, да, хотелось бы поучаствовать, для нас кухня, это не просто, так скажем, готовка еды, нам хочется удивлять, иземлять людей, да, есть такое понятие гастрономический экстаз, да, когда ты просто думаешь, ну, как это приготовлено, мне всегда интересно в ресторанах именно не просто, так скажем, покушать, вкусно покушать, а получить какое-то удовольствие, попытаться распознать, как это повар сделал, это уже, наверное, в ресторанах. Ну, хорошо, тогда вопрос такой, если вот в вашей практике, да, как ресторатора, все равно по воле вашей профессии вам приходится посещать и другие рестораны, кафе, да, попробовать, сравнить. Мы где бываем. Блюдо, от которого вы пришли, вот в тот самый гастрономический экстаз. Когда вот захотелось прийти и сказать, вот, ну, скажите рецепт, хотим внедрить в себя, но вот просто вот безумно вкусно. Это, наверное, неправильно просить рецепт. Я себя еще немножко называю тем же парфюмером, да, в фильме есть такой. То есть я запоминаю этот вкус. И я когда приезжаю, да, я пытаюсь это повторить, ну, иногда это прям получается. Ни с первого раза, ни со второго. Бывает, что, да, мы много раз пробуем, вышло не так, а бывает, что, ну, да, как скрипка страдивари, да, когда ученик превзошел учителя, когда мы сделали, сказали, нет, вот так получилось гораздо лучше, чем мы пробовали там где-то когда-то. Где-то. Поэтому. Мы горкой выкладываем хумус. Это под мидии? Под мидии, да. А потом мы делаем кольцо из хумуса. Тут момент по приготовлению мидии. Есть много разных вариаций. Все сюда. Можно при приготовлении добавить немножко белого вина. Будет определенный вкус. Можно вместо соли, вот я их посолил, пока мы разговаривали, я еще добавляю устричный соус. Он также и подсаливает их и добавляет некоторый такой вот вкус морепродуктов. Ну, в данном случае, вот, хотелось показать телезрителям, что все можно сделать достаточно просто. В случае с куриным филе это не сложно. В случае с мидиями также. На сливочном масле мы обжарили. Знаете, что самое интересное? Нет. Что я не добавил чеснок в мидии. Ну, это не поздно сделать. Я его принес. Я ему принес. Вот еще тебе есть. И еще я его сейчас добавлю. Лена, а вы что делаете? Так, вот я сейчас сделаю второй вид брускет. Значит, хлебушек, лист салата, авокадо. Немножко сбрызгиваем его лимонным соком, потому что он чернеет. Это обязательно правило. Авокадо чернеет. Да. Вот. Прям буквально вот так. Вообще авокадо такой интересный продукт. Я читала, что он невероятно полезный и сочетается практически со всеми продуктами. С морепродуктами. При том, что он жирный, там абсолютно отсутствует холестерин. Но вот я не умею выбирать авокадо, к сожалению. Он должен быть чуть-чуть мягкий. Чуть-чуть прям. Да, а как у нас в магазинах обычно он такой, дубовенький? Ну, его, как бы, в темноте вообще, он вызревает хорошо. Кто-то его в бумагу заворачивает, кто-то в холодильнике просто хранит. То есть просто, как бананы зеленые, убрал в темное, теплое место. Да, 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 да. И он вызревает именно в темном месте. Эта рыбка у нас, да. Это семга. Семга? Да. Так, сюда можно еще добавить руколу, наверное, немножечко. Просто красотища невероятная. Вот эти вот, обожаю сочетания цветов летних. Зеленый, красный, розовый. И вот у нас вторая брускетта готова. Наверное, выложили всю рыбку. Маленький кусочек сыра. Сыр мы вообще используем разный, абсолютно. Если у меня есть пармезан, я могу натереть пармезан. Если есть у меня какой-то мягкий сыр, российский, голландский, я могу так же его добавить. И приступим, наверное, к третьей. Дима, а вот миди же можно заменить на гребешок морской, да? Креветка, гребешок, мясо любое, что вы любите, курица, говядина. Вот у нас есть блюдо говядина по-марокански. Вот мы её на хумусе как раз и подаём, да. То есть вариации масса. И вот сейчас вот эти блюда с разной подачей на хумусе действительно есть во многих ресторанах. Здорово. Ну и третья брускетта. У нас здесь авокадо на тёрке, яичко, немножечко лука, майонез. Какой вы любите, можно домашний сделать. То есть, ну, пожалуйста, без проблем. Ну и лимон, опять же, к авокадо, это прям обязательный. Ингредиент. Лимона здесь не жалеем. То есть, он не испортит. Я знаю, что есть вот прям постоянные, любимые, которые пришли в день открытия бурекаса и по сей день с вами. Безусловно. Есть такие гости. Очень любят, почитают. Ну, понятно, что они не могут ходить в одно заведение, и тут как бы мы не обижаемся на это. Ну, да, действительно есть почитатели, которые приводят, опять же, своих каких-то друзей, знакомых, и им хочется привезти их к нам. И вот честно, я горжусь этим, что они прям вот рассказывают вот это, вот это. То есть, они сидят, рассказывают про блюда, я это наблюдаю, это слышу. То есть, они уже как вот за нас какую-то работу делают, что ли. Ну, слышали, есть какие-то такие отношения, что очень много гостей, которых мы раньше никогда не знали, они стали такими нашими, скажем, друзьями. Нет, просто я, наблюдая периодически в Инстаграме, действительно, мелькают лица людей, которые вот ни на одном празднике, ни на одной акции, да, вот одни и те же. Это правда, это радует, это приятно. Да, у нас один гость так пошутил, что если вдруг придет моя жена к вам на разборке, не удивляйтесь, потому что она готовит ужин, а я иду к кафе Бурекас. Она опять звонит, он говорит, ну я здесь, приходи сюда. Она у тебя ужин оготовила. Ну, вот так получилось. Приятно, если что это было, слышите человека, что, ну, конечно, мы слышим от гостей разные сравнения. Вот мы были там, в тех городах, там, в далеких, как бы, и вы вот на таком уровне, приятно слышать. Мы в маленьком городе сделали что-то, что нравится людям. конечно, это заставляет двигаться вперед, от того получаешь эмоции, и это затмевает те какие-то небольшие проблемы, неврядицы, которые случаются. Ты понимаешь, что вот благодаря этому, скажем, ради этого, ты готов двигаться дальше и пробовать дальше удивлять людей, придумывать новые блюда, находить новые вкусы, что-то привозить из других городов и стран. Ну, это приятно. Лена, Дима, я хочу искренне, от всей души поблагодарить вас. Во-первых, за прекрасно приготовленный для меня и моих коллег ужин. Спасибо. Надеюсь, угодим. Я убеждена, что это невероятно вкусно. За то, что нашли время и пришли к нам в студию, поделились вашими рецептами, вашими талантами. Я искренне желаю вам, чтобы и дальше рождались новые кулинарные шедевры, чтобы гостей было больше, почитателей вашего кафе было больше. Ну, а нашим телезрителям приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова